В ОКБ провели уникальную для России операцию. Сосудистым хирургам пришлось искать решение для пациентки с хроническим заболеванием почек. Она привязана к гемодиализу аппарату искусственной почки. И для этой процедуры пациентам необходим сосудистый доступ. Система, которая помогает кровотоку во время процедуры пройти очищение и вернуться обратно в сосудистое русло организма человека. Сначала сделали фистулу, она не работала. Мне нужен был какой-то другой способ, чтобы сделать у меня диализ. Мне сначала сделали протез, но тоже у меня не пошло. Потом в эту руку сделали базилику, тоже не пошло. Ну и потом Андрей Александрович придумал донорскую вену. Сосудистый доступ должен соответствовать скорости кровотока и функционировать много лет без осложнений. Но у пациентки осложнение все же случилось. Она осталась без сосудистого доступа и здоровье женщины было под угрозой. Собственные вены пациентки оказались непригодными для формирования сосудистого доступа. Мы решили взять посмертный материал от донора, то есть это называется тканевой трансплантацией, скажем так, и бедренную вену трансплантировали данной пациентке. Она созрела и теперь она получает лечение заместительной почечной терапией именно вот на этом гомографте. Такие меры для спасения пациентов не предпринимали еще ни в одной клинике страны. Слишком сложный и неординарный клинический случай. Отныне опыт проведения такой операции хирургом Рязанского КБ может стать помощью для коллег во всей России и дает надежду на успешное лечение пациентам с подобными случаями.